Здравствуйте! Хочу предложить вашему вниманию сегодня вот такое вот колье. Ну, так как пришла весна, скоро лето, хочется чего-то оригинального, такого разноцветного. И вот мне пришла такая идея сделать вот такое колье. Значит, чтобы было здесь и разные цвета бусиночек, и такие вот хрустальные, значит, блеск, ну, и, значит, сам металл. Ну, и я вам сейчас покажу, как это всё делается. Здесь я использовала, значит, бусиночки, даже не знаю, сколько здесь, ну, здесь, наверное, миллиметра три, но это не суть важно. Дело в том, что не всегда попадаются одинаковые бусинки. Я вам сейчас покажу, как делается вот, значит, само основа для этого колье, а потом покажу, ну, как сюда приделывать бусинки. Смотрите, значит, я взяла проволоку. Ну, конечно, у меня проволока очень жёсткая, её практически невозможно согнуть. Если вы будете делать это колье, постарайтесь проволоку взять, ну, не совсем мягкую, конечно, но чуть-чуть мягче, чем моя. Ну, вот смотрите, вот здесь в верхнем, в верхней волне вот этой вот я набирала 12 бусиночек, а вот здесь вот в нижней волне здесь было 16 бусинок. Ну, вот смотрите, набираем мы 12 бусинок, да, потом мы берём, нет, не так, мы берём вот даже плоскогубцами, но это чисто потому, что, я же говорю, у меня очень жёсткая проволока. Смотрите, и я сначала формирую волну, да, а потом загибаю, отгибаю, то есть вот проволока жёсткая, руками не мнётся, поэтому, значит, я так отгибаю, вот, видите, и начинаю нанизывать ещё, допустим, вот я нанизываю 12 бусиночек. Ну, я уже не буду затягивать время, все 12 я нанизывать не буду, я вам покажу, значит, ещё раз, как это загибается, и будем дальше, значит, делать. То есть, чтобы не запутаться, мы сначала должны сформировать такую небольшую, как волну, чтобы знать, в какую сторону нам загибать. То есть, если вы первую волну сделали, то все остальные будут загибаться в эту же сторону. Ну, вот, смотрите, я уже не стала считать, сколько здесь набрала, здесь, конечно, явно меньше. Вот, я опять зажимаю возле самой бусинки, и рукой вот так вот формирую изгиб, вот так. Вот он. Ну, так как здесь меньше, то... И теперь я вот здесь делаю уголочек. То есть, я нагибаю вниз, чтобы наши все вот эти уголочки смотрели в одну и ту же сторону. Вот. Ну, дальше будем делать. Ну, вот, я закончила вторую часть нашего колье, и соединила здесь две, видите, вот так, колечками по краям. Вот. И дальше по плану у меня идёт украшение бусинками. Вот у меня есть такое количество разноцветных бусинок. Мне хочется, чтобы это было действительно тут очень много цветов. И у меня, конечно, такого количества разноцветных бусинок не было, и я их покрасила красками. Если вам будет интересно, вы мне напишите в комментарии. Я вам покажу, как правильно покрасить бусинки, чтобы они были однотонные, и вот такого, вот, видите, приятного, красивого цвета. Вот. Я попробовала скрепить по моему плану между собой вот эти две кривульки, металлическими колечками. Но, к сожалению, у меня так красиво не получилось, как я хотела это сделать. И поэтому я буду, значит, делать это с помощью иголки и нитки. Вот, посмотрите, я соединила две наших штучки. Вот здесь я сделала колечко. И так как я планирую связать уголочек верхний, нижний уголочек, с волной первой, то я, ну, где смогла, сделала вот так резинками. И сейчас я, смотрите, два этих кристаллика привязала, кристаллики и бусинки. Вот. И, значит, не получилось у меня сделать это железными колечками. Получается очень у меня, ну, некрасиво, неаккуратно. Поэтому, смотрите, как я делаю то, что я делаю. Ну, во-первых, мы сейчас разрежем вот эту вот резинку. Вот. Если кто-то умеет красиво колечками металлическими это забрать, то, наверное, было бы предпочтительнее. Но, значит, я делаю это вот так. Смотрите, я для начала, значит, просто завязываю по верху и вот так на обратную. Ой, господи. На обратную сторону это все переворачиваю. Вот так вот затягиваю. И завязываю сейчас узелочек. Поскакали мои бусинки. Так. И завязываю здесь узелочек. Сейчас я завяжу два, а потом, значит, буду делать дальше, чтобы оно было попрочнее. Смотрите, я, значит, делаю как. Так, вот у меня здесь с иголочкой нитка, с иголочкой. Я еще разочек вот так это все обматываю. И мне так показалось хорошо, что я, значит, смотрите, дальше одеваю нашу вот эту металлическую бусиночку. Так, и я ее тоже сейчас вот сюда сверху привязываю. И потом уже на этой бусинке я буду дальше непосредственно приделывать бусинку саму. Значит, металлическую бусинку я одела. И теперь я здесь еще раз завязываю узелочки. Еще раз говорю, кто умеет красиво делать металлическими проволоками красиво изгибать всякие колечки, у меня это не получилось. Во-первых, у меня очень жесткая вот эта проволока основа. Ее очень трудно так охватить, чтобы она очень непослушная. Ну вот, вот так я, значит, завязываю. Так, и теперь иголочкой, смотрите, я прохожу вот в эту бусинку металлическую. Вот так. Одеваю маленькую, ну, просто бисеринку. И захожу назад в эту же бусинку. Вот. Потом. Одеваю я две бисеринки. Значит, ну какой мы тут по цвету. Давайте возьмем, давайте возьмем розовый шарик. Да или нет? Давайте вот такой вот бордовый повесим. А, нет, значит, потом одеваю биконус. Потом одну бисериночку. Так. Где же наши? Вот эту вот бусинку. Еще одну бисеринку. Еще один биконус. И давайте мы с вами оденем, ну, вот эту красивую, такую вот у нас бронзово-фиолетовую бусинку. Так. Дальше, чтобы закрепить, надо сделать, одеть еще одну бисеринку. И возвращаемся во весь вот этот вот наш, только что набранный рядочек стеклянный. Вот так. Ну, можно не за один раз, конечно, можно и по частям проходить. Вот сюда заходим, выходим сюда вверх, вот в эту бисеринку, которую мы первую самую набрали. Чтобы подтянуть, можно сюда взять вот так за последнюю бисеринку, которая вот здесь на бусинке, и подтянуть ниточку. И вот так. Ну, и вот, смотрите, видите? Вот, ну, сильно нитку натягивать не надо, иначе, видите, оно кривится. Ну, таким образом. Теперь я выхожу опять на обратную сторону. Вот здесь я завязываю узелочек еще. Обрезаю и подпаливаю. Ну, по-другому у меня не получилось. Вот. Нужно иметь или очень тонкую проволоку, красивую, но у меня по цвету нету, есть только медная. А медная здесь, конечно, будет ни к чему. Вот. Ну, и вот так вот. Завязали. Обрезали и подожгли. Вот. Ну, и таким образом до конца нижнего ряда. Вот. А когда будем делать второй ряд, я вам покажу. Ну, вот смотрите, я делаю вот такие вот заготовочки. То есть, что я делаю? Набираем бисеринка, биконус и бисеринка. Да. Потом вот эта вот бусиночка. И давайте, допустим, ну, вот такую вот зеленую бусинку. А, нет, еще одну бисеринку забыла. Бисеринка и бусинка. Конечно, здесь было бы хорошо. Есть такие, значит, проволочки с шариками на конце. Но у меня на данный момент их нету. Вот. Поэтому, ну, делаем то, что делаем. Вот так отгибаем. Теперь здесь мы отрезаем немножко. И загибаем вот такую вот. Вот, и получается у нас вот такая вот заготовочка с колечком на конце. И это колечко мы одеваем, вот я тут тоже еще сделала, на, между шариками вот здесь. Здесь уже легче цеплять, здесь мы не скрепляем. Вот, смотрите, как получается. Вот так. И здесь снизу я тоже буду делать такие же заготовки, но только я еще не решила, будут ли они состоять из такого количества, ну, набора. Или, может быть, здесь будет просто бусина. Ну, я вам покажу, что у меня получилось. Ну, вот, посмотрите, что у меня получилось. Вот я, значит, чтобы одела вот сюда цепочку. Ну, осталось поставить замочек. Так, но я уже примеряла. Очень смотрится неплохо. Так, свежо, оригинально. Вот. Снизу я, смотрите, сделала вот здесь. Поставила чуть-чуть большую бусинку. Вот такую хрустальную. И, значит, более короткую, значит, получился у нас тут, ну, эти бусинки, они более короткие. Вот. Ну, чтобы немножко разнообразилось оно. Здесь вот эти более длинные. В серединке вот тут такие, а внизу, вот, значит, совсем такие коротенькие поворозочки у нас. Вот. Ну, всё. Если вы будете делать, то, значит, такое колье, то постарайтесь подобрать, значит, гвоздики с шариками. Вот здесь такие есть. И проволока ваша должна быть немножко мягче, чем моя, потому что с моей работать действительно было очень трудно. Но, в принципе, я же говорю, результат того стоит. На этом всё. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»